Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь обо всем подробнее. Почетный житель области, грамотный специалист, талантливый руководитель. Все это о Зинаиде Беевой. 27 марта она отметила свой юбилей, а сегодня с 80-летием ее поздравил глава региона Ерик Султанов. Теплые слова и пожелания звучали от коллег и друзей. Подробности далее. В центре внимания Зинаида Беева. Накануне она отметила свой 80-летний юбилей, а сегодня поздравить ее пришли друзья и коллеги. Те, кто знает Зинаиду Сергеевну уже не один десяток лет. Она немало сделала для развития родного края. Начинала с учителя физики, позже стала заучем средней школы номер два. Активной была и ее партийная жизнь. Больше 10 лет она занимала пост заместителя председателя областного исполкома. Зинаида Сергеевна активный участник общественной жизни. До сих пор Зинаида Сергеевна является председателем ветеранской организации нашего аппарата. Богатый профессиональный и жизненный опыт, преданность любимого дела и внимательное отношение к людям помогли вам, уважаемая Зинаида Сергеевна, заслужить авторитет среди коллег и слова уважения земляков. Время подарков и поздравлений. Первые цветы именинницы от главы региона. А вот поздравляет виновницу торжества Жекслык Искаков. Он знает ее почти 60 лет. Рассказывает, многое вместе пережили. Оптимизма она никогда не теряла. Оттого ей все по плечу. И сейчас она полна энергии и жизнелюбия. Ей дважды 40, говорит друг. С 59-го года мы вместе. Она очень активная и надежная. Ей по силам любая работа. Могла и урок отвезти, и меня заменить в сельском хозяйстве, стать ненадолго агрономом. Она всегда готова поддержать, поэтому посмотрите, сколько людей сегодня собралось, чтобы поздравить ее. Долгая дружба связывает юбиляршу и с Валентиной Кондратовой. Она вспоминает, стала директором детского дома с легкой руки Зинаиды Сергеевны. Та поверила и очень помогала в работе. Вложила много сил и души. Теперь учреждение зовется теплым домом. Во многом благодаря ее поддержке. 30 лет мы близко общаемся. Человек этот обладает большим чувством юмора. С ней легко в общении. Мы как-то друг к другу нашли взаимное понимание. Очень дорожу этой дружбой с ней. И сегодня она душа компании. С ней гости много шутят и смеются. Вспоминают забавные истории, рассказывают анекдоты и читают стихи в честь именинницы. Встреча теплая и душевная. Благодарю вас за то, что наша встреча сегодня, она получилась не очень официальной. Это мне очень, как бывшему работнику и культуры, здравоохранения, народного процесса и так далее. Это очень приятно, потому что немножко, как бы то ни было, сегодня волнуюсь я. Спасибо вам за добрые слова. Спасибо вам за то, что вы есть в моей жизни. А теперь совместное фото на память. До следующего юбилея, говорит именинница. Александра Солмина, Владимир Боровков. Новости МТРК. Огонь и вода под контролем спасателей. Руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям провело брифинг в филиале службы центральных коммуникаций. Как борются со стихиями в нашем регионе и готов ли Северном Казахстан к весеннему половодию, узнаете из нашего следующего сюжета. Статистика, которую озвучили сегодня пожарные, неутешительна. Возгораний в 2016-м стало больше. Тушить огонь специалистам Департамента по чрезвычайным ситуациям приходилось уже 165 раз. Ущерб от стихии превысил 14 миллионов тенге. Есть и человеческие жертвы. В огне погибли 7 человек. Спасатели обращают внимание на тот факт, что виновниками ЧС чаще всего становятся сами люди. Наибольшее число пожаров произошло по причине нарушений правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. Это 50 случаев или 30% от общего количества пожаров. Следующее идет нарушение правил пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печного отопления. Это 48 случаев или 29%. И неосторожное обращение населения с огнем. Третья по распространенности причина – 35 случаев или 21% пожаров. В основном горит частный сектор, хотя беседы и рейды пожарные проводят регулярно. Под особым контролем и гособъекты. По итогам проверок только 40% из них соответствуют правилам противопожарной безопасности. Эта работа будет продолжена и дальше. А сегодня у спасателей более горячая тема – паводок. Снега в этом году больше, много в нем и влаги. А значит, нужно быть готовыми к приходу большой воды. Под угрозой затопления 50 населенных пунктов. Ожидаем объем величин. В период весеннего холода на реке Исиль ожидается у нас от 2,5 до 3,1 миллиарда метров кубических. Будет у нас, естественно, выход реки в пойму. Определилось более 630 живых домов, которые подпадают в зону подтопления, и где проживает более 2000 населения. Почти 12 миллионов тенге выделено дополнительно, чтобы бороться с водной стихией. Будет проводиться космический мониторинг, готов воздушный транспорт, инертные материалы. Проведено исследование гидротехнических сооружений. Прибавили работу метель и бураны. Но ситуация находится под контролем, уверяют спасатели. Не везде еще очищены трубы, то есть проездные дороги населенных пунктов были запечатаны, поэтому техника вся, которая работала, она вся была задействована на очистке дорожных автомагистралей и дорог населенных пунктов. Уже с 1 апреля специалисты ДЧС будут работать в режиме повышенной готовности, чтобы максимально быстро реагировать на все ЧС. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин, новости МТРК. После короткой рекламы о других важных и интересных событиях оставайтесь с нами. Продолжение следует... Для дестабилизации экономики 2015-го, поддерживая программы правительства, наша компания сохраняет ценовой коридор от 120 до 225 тысяч тенге за квадратный метр, а также дает беспроцентную рассрочку на приобретение квартир. Являясь патриотами своего города и страны, компания охотно участвует в благотворительности жизни города. При нашем участии сделано. Реконструирован собор святых апостолов Петра и Павла. Восстановлен детский сад Айголёк. Построен храм Вознесения Господня. Ремонт больниц, помощь детским садам, оборудование школьного спортзала, оплата образования, поддержка спортсменов и творческой молодежи. Это только часть из достигнутого и лишь малое из того, что будет сделано. Казградстрой. Патриотизм в действии. ВИПРОСАЛ Вы смотрите новости и мы продолжаем. Итоги Республиканской школьной олимпиады подвели в Петропавловске. В течение трех дней учащиеся из разных регионов республики проверяли свои знания по русскому языку и литературе, основам права и другим дисциплинам. Ребята из каких областей оказались самыми эрудированными в репортаже Дениса Сивкова. Республиканская олимпиада позади. Настало время подводить итоги. В течение трех дней школьники из разных регионов страны, а их здесь почти 600 человек, состязались в знаниях по русскому, казахскому, французскому языкам и другим дисциплинам. Олимпиада проходила в два тура. Первый тур теоретический. Ребята отвечали на тестовые вопросы. Задания были очень сложные, но в то же время красивые. Мы знаем, что ребятам доставляло огромное удовольствие решать эти задания. Второй тур было сочинение, изложение. Ребята писали на казахском и русском языке. Было аудирование по французскому, немецкому, английским языкам. Школьников перед началом церемонии награждения от имени Акима области приветствовала его заместитель Анархан Юсенова. Ваши победы – это результат настойчивой, повседневной и кропотливой работы не только вас, но и ваших педагогов и родителей. Уважаемые педагоги, разрешите мне поздравить вас с высокими достижениями ваших учеников. В числе призеров – козлардинцы, жамбылцы, павлодарцы, североказахстанцы. Медалей много. Сейчас награждают школьников, завоевавших бронзу. После честуют серебряных призеров. В самом конце – золотых. В их числе Айежан Болат из Жамбылской области. Она соревновалась в знании русского языка и литературы. Мы готовились к Олимпиаде в течение нескольких месяцев. Я очень рада, что мой труд был оценен достойным и что я заняла первое место. Отличились на Олимпиаде и североказахстанские ученики. У Анастасии Перепечиной второе место. Я заняла второе место. Это для меня настоящее достижение в жизни. Для меня показались немного сложными задания по русскому языку, так как были задеты все разделы русского языка. В завершении церемонии награждения подвели общекомандные результаты. Третьими стали школьники из Акмолинской области. Серебро у учащихся жамбылского региона. А первое место завоевали ученики из Северного Казахстана. В активе наших ребят 20 золотых медалей. Денис Сивков, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК. В честь служителей мельпомены. Актерам областного русского драматического театра имени Николая Погодина вручили премии главы региона в память о народном артисте страны Иване Арчибасове. Почти полвека он отдал сценическому искусству. Также накануне, в Международный день театра, состоялась премьера постановки «Забыть гирострата» по пьесе Григория Горина. На праздники побывала и наша съемочная группа. В фойе театра развернулась выставка работ художника-постановщика Николая Корякина и художника по костюмам Светланы Таныгиной. Они трудятся в русском драмтеатре не один десяток лет. Светлана Таныгина разработала более сотни костюмов для актеров. К примеру, вот этот из спектакля «Карагос». Ставили его по пьесе Мухтара Оезова в 2012 году. Наряд выполнен в технике валяния. Зритель, как правило, видит конечный результат. То, что уже получается воплощение, воплощенный костюм. Но от замысла до воплощения происходит очень много трансформаций с костюмом. Он проходит через многие руки и швеи, и бутафоры. В честь Международного дня театров премиями главы регионов по метанародному артисту Казахстана Иване Арчебасове наградили шестерых служителей Минпомены. В их числе и заслуженный артист страны, режиссер Виктор Шалаев. Он работал с Иваном Арчебасовым. Арчебасов гениальнейший артист. Надо не забывать, что он всего 20 человек. Обладатели золотой медали Попова. Обладатели всего 20 человек в бывшем Советском Союзе. И среди них Иван Петрович Арчебасов, народный артист Казахстана. Это был потрясающий человек, потрясающий товарищ, потрясающий артист. И, конечно, в 90-е годы, когда он ушел от нас, для нас была эта огромнейшая потеря. За лучшую женскую роль Лики в спектакле «Мой бедный Марат» премию получила Александра Баталова. За лучшую мужскую роль начальника вокзала спектакля «Мой бедный Марат» премию вручили Алексею Никурину. В театре он служит уже более 20 лет. На премьере спектакля «Забыть гирострата», поставленного по пьесе Григория Горина, он в роли жадного торговца Крисипа. Класса с пятого. Играл в самодеятельности, в кружках драматических. Я себя даже не представлял без сцены. Гирострат – базарный торговец, живший в четвертом веке до нашей эры в греческом городе Эфесе. Он сжег храм Артемиды, который простоял там сотню лет. Актерам и декораторам удалось передать атмосферу того времени, отмечают зрители. Спектакль очень хорошо и грамотно построен. У нас многие даже моменты в спектакле чему-то даже учат. Есть такие моменты, есть такие высказывания жизненные. Сыгран очень хорошо, классно, профессионально. Это сценическая сцена, декорация. Но это действительно стоит ради этого прийти, посмотреть на эту премьеру. Спектакль «Забыть гирострата» – одна из четырех премьер 129-го театрального сезона. В мае зрители увидят спектакль «Деревья умирают стоя» по одноименной пьесе известного драматурга Алехандра Кассона. Всего с начала этого сезона в театре сыграли уже 40 постановок. Гульнара Кали, Владимир Боровков, Новости МТРК. Центру глаза Айнакос 17 лет. За эти годы возможность снова видеть получили тысячи пациентов. Высококвалифицированную помощь здесь оказывают и взрослым, и детям. На дни рождения клиники побывала моя коллега Ирина Панфилова. Обстановка в центре глаза Айнакос торжественная. Здесь отмечают день рождения. Открылась клиника 17 лет назад, 26 марта. На именины пригласили самых близких – пациентов и коллег. Для последних подготовили мастер-класс по офтальмологии. Мы желаем центру Айнакос процветания, чтобы они также развивались и побольше благодарных больных. Особенно приятно врачам принимать поздравления от своих пациентов, тех, кому подарили второй шанс видеть мир. 8 лет назад Лидия Калинина впервые обратилась в Айнакос. У пенсионерки был целый букет глазных заболеваний. Восемь лет я вижу прекрасно. Читаю. Я даже без очков лучше вижу. Читаю. И далеко вижу. Все. Вот как можно было вам подобрать этот хрусталик. Ведь это ж надо. Никакие врачи не брались. Спасибо вам за ваши золотые руки. Открывать анагоз Любовью Леонтьевой офтальмологу с 40-летним стажем пришлось с нуля. Сегодня благодаря слаженной работе коллектива, это пятеро врачей и семь средних медработников, пациентам оказывают все виды специализированной помощи. Принимают у взрослых и детей. Самому пожилому больному было 105 лет, маленькому всего месяц. Кстати, ежегодно здесь оперируют до 100 новорожденных. Всего за 17 лет работы клиники возможность снова видеть получили тысячи пациентов из Казахстана и ряда других стран. Мы можем исправить зрение людям, у которых с рождения было плохое зрение, например, высокая степень близорукости или высокая степень дальнозоркости, даже астигматизм. Мы имеем возможность сейчас даже ставить торические линзы. В центре имплантируют мягкие хрусталики без разреза, лечат глаукому, исправляют косоглазие, могут сделать пластику век. Первичный осмотр занимает 2-3 часа. Здесь есть круглосуточный стационар на 25 коек и дневной на 10. Работают и в рамках госзаказа. Уже 10 лет по пятницам принимают больных, страдающих с сахарным диабетом. У Валентины Дроздовой из-за этого недуга ухудшилось зрение. В 2015-м она бесплатно лечилась в клинике по квоте. В этом году снова обратилась за помощью к проверенным специалистам. Она очень хорошая, очень внимательная, очень вежливая. Хочется от души пожелать центру глазу, чтобы почаще финансировали, не жалели денег на эту клинику, чтобы больше пациентов, таких как я, могли лечиться бесплатно. Центр полностью оснащен новейшим оборудованием. В распоряжении врачей портативная фунду с камерой, японский микроскоп и гордость клиники – оптический спектральный компьютерный томограф производства Германии. Осмотр занимает от 5 до 20 минут. Он имеет такую функцию, как 3D-картинка. Мы можем визуально, документированно показать и дать распечатку пациенту, сказать, в каких структурах у него патология есть, и где ее лечить, и как ее лечить. Ежегодно врачи повышают квалификацию в ведущих клиниках Казахстана, России, Украины и даже Великобритании. В марте по итогам ранжирования среди медучреждений постсоветского пространства центр Айнакос занял вторую строчку рейтинга. В клинике вручили национальный сертификат гордость медицины, орден за заслуги в медсфере и медаль «Чуткое сердце». Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. Теперь о спорте. Астана-Орландс против Пуэрто-Рико-Харрикенс. В Петропавловске прошел очередной этап всемирной серии бокса WSB. Казахстанская команда принимала спортсменов из островного государства Карибского бассейна. Соревнования такого масштаба в нашем регионе проходили впервые. Репортаж Дениса Севкова. На соревнования такого масштаба в спортшколе ЖНС собрались сотни североказахстанцев. Билеты на всемирную серию бокса были проданы задолго до начала встречи. Потому многие желающие не смогли сюда попасть. За поединками следили международные судьи. В прямом эфире матч транслировали в 49 странах мира. Очень рад приветствовать на североказахстанской земле гостей и участников этого грандиозного спортивного мероприятия. Казахстан является одной из самых сильнейших боксерских держав в мире. Уверен, что победы наших спортсменов будут достойны примером для подрастающего поколения. В каждой команде по 5 боксеров. Весовых категорий столько же. От 49 до 91 килограмма. Бой длится 5 раундов по 3 минуты. Сейчас на ринге легковесы. Мардан Берегбаев и Джон Ортис. Латиноамериканский боксер начал уверенно атаковать, не жалея сил. А вот казахстанский спортсмен больше защищался. В таком темпе прошли первые 3 раунда. Однако переломить ход встречи Мардану удалось в последних двух. Когда у пуэрториканца уже не оставалось сил, наш спортсмен вырвал победные очки. Счет встречи 50-44 в пользу Мардана Берегбаева. Самый, если тяжелый, два раунда. Это первый и пятый. Первый, потому что уже надо прочувствовать. Сразу не надо начинать. Ну, как бы ориентироваться, как надо с ним. И пятый раунд самый трудный тоже, когда устаешь. А это Нур-Султан Кушегулов против Эдгардо Ролана. Пуэрториканец занимается боксом 10 лет. Сейчас ему 19. Он одержал 150 побед. Однако во всемирной серии бокса провел лишь три боя. И все они завершились поражением. Нур-Султан Кушегулов с небольшим преимуществом, но все же приносит еще одну победу в актив команды «Астана-Орландс». Не бывает легких боев. С самого начала пытался агрессивно атаковать, но соперник был не из легких. Я слушал установки тренера, однако этого оказалось мало. Последний раунд предрешил исход встречи. Гостям из Пуэрторика не удалось одолеть казахстанских волков. Общекомандный счет 5-0 в пользу «Астаны-Орландс». Матч прошел хорошо. Я ожидал победы нашей команды. Пуэрториканцы, они больше такие, имеется в виду школа бокса, у них более профессиональная такая, ближе к профессиональной, поэтому они такие более физически крепкие, более ниже ростом, такие физически на удар надеются. А у нас более такая школа, мы на ножках больше двигаемся. Следующий этап игры пройдет в Усть-Каменогорске в апреле. Казахстанцы поборются за выход в плей-офф с узбекскими тиграми. Денис Севков, Тимур Ахматуллин, новости МТРК. В Петропавловске начались съемки областного этапа детской спортивной игры «Я чемпион». Это уже второй сезон, и на сей раз в игре приняли участие 10 тысяч североказахстанских школьников. Это в два раза больше, чем в прошлом году. После республиканского телеэфира в «Я чемпион» стали играть и в других регионах Казахстана. Летом финал игр пройдет в Петропавловске. Какая команда будет представлять нашу область, решится в ближайшие дни. О том, как начались игры, расскажет Ульяна Ашимова. Весь прошлый год этот кубок игры «Я чемпион» находился в 17-й школе Петропавловска. И буквально вчера его доставили сюда, на съемочную площадку детской телевизионной игры. Куда он отправится дальше, станет известно уже в четверг. А пока в борьбу вступили 16 команд из районов области и Петропавловска. Это съемки второго сезона игры «Я чемпион». Правила и принципы не поменялись. И здесь по-прежнему важны не только физическая подготовка, но и командный дух, воля к победе. Те, кто попал в финал, тренировались без отдыха. Перед уроками, после, на каникулах, вот сейчас, в данный момент, тоже усердно старались, готовились. Некоторые ребята приехали на «Чемпион» уже во второй раз, а новички получили напутствие от своих предшественников. Говорил, типа, вы должны победить, ты всю команду тянешь за собой, ты должен победить обязательно. Удачи пожелал. Всего в этом сезоне в «Я чемпион» сыграли более 10 тысяч североказахстанских школьников. Это в два раза больше, чем в прошлом. У проекта после успешного республиканского телеэфира появилось много поклонников. Да и судейская команда по первому приглашению прибыла на площадку в прежнем составе. Атмосфера праздника, атмосфера соревнований, она не может не просто так пройти и никого не трогать. Но это касается и меня однозначно, и всей моей команды судейской. Практически все изъявили желание с удовольствием. И адреналин, естественно, который здесь присутствует, ничем не заменить. Поэтому нам нравится эта игра, и мы пожелали в ней участвовать. На площадке, кроме судей, работает целая команда. Но главные герои – вот они. Обычные школьники еще недавно тренировались в простых спортзалах, а сегодня они в свете софитов, как настоящие звезды, выходят на площадку под овации болельщиков. И это тоже одно из заданий чемпиона – суметь собраться под прицелом десятка телекамер. В этом конкурсе, например, после быстрого бега точно кинуть теннисный мячик. А здесь настроиться на общий ритм. Новая задумка организаторов – победа в каждом конкурсе, дополнительные секунды, форы, финальные эстафеты. Это сделано для того, чтобы надежда на победу у участников сохранялась до самого конца. В общем, второй сезон обещает быть не менее эмоциональным. А первый уже успели посмотреть зрители по всей стране. Спустя год после своего второго рождения проект вырос в республиканское движение. 120 тысяч казахстанских школьников участвовали в отборочных турах, чтобы этим летом выяснить, кто же все-таки самый главный чемпион. Финалисты областных турниров должны приехать в июне для проведения республиканского финала «Игорь, я чемпион». Я думаю, что движение пошло, оно пошло из нашей области, пошло на весь Казахстан. И мы гордимся этим. Это самое главное. Ульяна Ашимова, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Рукопашный бой, стрельба и регби. В республике проходит 14-е спартакиада Национальной гвардии Казахстана. Второй этап соревнований, а это зимнее президентское многоборье, развернулся на базе военного института. Кристина Горбаченко узнавала, кто борется за победу. Сейчас участников проверяют на меткость. До мишени 10 метров. На то, чтобы ее поразить, дается 15 минут. Пять пробных и столько же зачетных выстрелов. Лучшим в стрельбе из пневматической винтовки стал курсант военного института. Саят Ергалиев выбил 44 очка из 50 возможных. В прошлом году не участвовал. В этом году в первый раз. Первое место по стрельбе. Ребята тоже. Коллектив наш в этом году. Лучший коллектив. Хорошо все стреляли. Тренировался где-то за 2-3 месяца. Начинали подготовку к соревнованиям. Военнослужащие уже выявили сильнейших в рукопашном бою. Турнир состоялся в Шимкенте. А в Петропавловске традиционно проходит первенство по президентскому многоборью. Куда входят стрельба, подтягивания и лыжные гонки на 10 километров. Спартакеада будет проходить весь год. Следующее у нас соревнование будет соревнование по самбо, по полевой стрельбе. Далее военная троеборья, легкая атлетика. И новый для нас вид, который мы в эту спартакеаду ввели, соревнование по регби. Надеемся, что он принесет нам большие дивиденды в плане физической подготовленности военнослужащих. В прошлом году первое место в соревнованиях заняли североказахстанские курсанты и офицеры. В 14-й Спартакеаде национальной гвардии участвует 6 команд. Это 4 сборные региональных командований Орталы, Конту, Стык, Батыс, Шигыз. А также воинская часть 5573 из Астаны и военный институт. Нынешний турнир посвятили 25-летию независимости страны. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – фильтры для воды «Аквафор». О погоде на вторник, 29 марта. Ясно, без осадков. Ветер северный, скорость 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью – минус 3, минус 4. Днем – плюс 1, плюс 3 градуса. Вы покупаете бутилированную воду? Но за что именно вы платите? Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно астматической мембраны, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, Акваформа Рион. Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. Акваформа Рион полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратноосматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. Акваформа Рион делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами, Акваформа Рион занимает в три раза меньше места на кухне, очищает воду в три раза быстрее, экономит до 9 тонн воды в год, срок службы модулей в два раза больше, а расходы на обслуживание в два раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. Акваформа Рион. Питьевая вода премиум класса у вас дома. Акваформа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин